Всем привет! У нас начинается новый влог и первое, что будет в этом влоге, это кулинарная вставка. Я буду готовить сегодня впервые. Я обычно не люблю прям морепродукты так часто есть, но вот решила приготовить сегодня спагетти. Это с магнита, спагетти итальянские, вот такая вот фирма. Потом у нас будут спагетти, креветки королевские, какая-то марка Песканова. Это мне привезли, я не знаю, где они продаются, 800 грамм. Вот такие вот они красивые. Кстати, производитель Никарагуа, кто бы мог подумать. Затем нам нужны будут сливки. Я взяла самые обычные, это с пятерочки по 19 рублей упаковка. Здесь 195 миллилитров в каждой. Две штуки, думаю, хватит. И взяла также пармезан в магните, какой-то огородок поставы. 200 грамм стоило 130 с копейками рублей. Сейчас я отварю креветки, потом я почищу их, обжарю на сковородке, залью все это сливками, отварю макарошки, все это вместе смешаю. Сыр я потру на терке, но я его сразу добавлять не буду. Он у меня будет храниться просто в контейнере. И каждый раз при приеме пищи, при приеме этого блюда, я буду просто сверху посыпать сыром. Отварила я креветки буквально недолго, так, чтобы просто они разморозились, и можно было их почистить. Я здесь все удалила, вот эти вот черные субстанции, особенно в больших креветках они достаточно активные, эти субстанции черные. Сейчас я буду все это обжаривать на сковородке со сливочным маслом. Хочу придать креветкам, ну, не такой вот, чтобы бледный вид был, а золотистая корочка небольшая. Креветки приобрели, вот такой вот золотистый аппетитный вид, и их так стало мало в итоге. Так что я думаю, здесь не больше двух порций получится. И сейчас заливаю все это сливками, потом накрою крышкой и дам протомиться, пока не сварятся мои спагетти, минут через 10. Смотрите, какая шикарная картина тут у меня открывается в сковородке. Я добавила свою любимую петрушечку, и спагетти я немножечко недоварила, совсем слегка. Сейчас я их высыплю сюда. Это все у нас смешается, пропитается соусом, ну, и протомиться, конечно же, как я люблю, под крышкой, под крышкой от сковородки, да. Где-то минут еще 10. Так, все готово. Теперь надо посыпать сверху натертым сыром. Кстати, он очень вкусный, мне понравился. Он начнет сейчас плавиться. Я заранее специально не клала его в сковородку, чтобы там все не слиплось, когда оно остывает в особенности. И потом очень трудно это все как-то накладывать из контейнера, поэтому я вот таким образом решила делать. На самом деле я это вычитала в рецепте, там советовали так делать. Так, и еще я посыплю зеленым луком, потому что я его люблю, и почти во все добавляю. Даже в суп могу насыпать. И маслинки. Раз. Еще был бы свежий помидор, было бы вообще прекрасно. И вот такое блюдо у меня получилось. Приятного мне аппетита. Пришло время накраситься. И время от времени я буду снимать, как я крашусь, просто потому, что у меня, конечно, появляются в косметичке новые продукты, которые я тестирую, на себя наношу, и хочу с вами поделиться. Кстати, смотрите, какой я себе купила топик в магазине Кроп, бежевого оттенка, он укороченный. Тут красивые рюшки. На ценнике он был 199 рублей по распродаже, а когда я подошла на кассу, он мне вышел в 90 рублей. Это прям даром. Я обожаю такие вещи носить летом. Вот с таким декольте. Мне кажется, это смотрится очень женственно, и красиво, и не жарко летом в этом ходить. Под шорты с босоножками. Милое дело. Еще можно какое-нибудь ожерелье сюда нацепить, с сережками. Знаете что? Я хочу с вами протестировать в первый раз. Я, кстати, ногти себе сняла, они меня задолбали, но я все равно их буду делать скоро. Фаберликовская подводка Stay On. Она позиционируется как водо... Господи, как это называется слово? Водоустойчивая. Влагоустойчивая, то есть для погодных условий. Кончик у фломастера просто отличный. По крайней мере, он лучше, чем на моей подводке Catrice. Смотрите, вот Catrice, вот так вот. Вот Catrice, вот Фаберлик. Казалось бы, да, он острый, но все равно он более широкий, чем у Фаберлик. И вот Catrice бы я больше не взяла, потому что меня не устраивает. Я, хотя и приноровилась уже с ней вместе рисовать тонкие стрелки, но все равно для тех, кто не умеет или учится, вот Фаберлик лучше или Релуи, конечно, тоже моя самая любимая. Так, сейчас она немножечко усядется, приклеится к моему веку, и мы начнем тест. Так, ну что? Она уже... Уже хорошо подсохла. На пальце ничего не остается, смотрите. Как минимум. И сейчас я попробую запрокинуть вот так века. Вот так вот. Она тоже не отпечатывается нигде. Это при том, что я ее наносила вообще ни на базу, ни на что. Вот у меня намоченный ватный диск. И сейчас будем проходиться. Ничего нет. Это я просто приложила. Сейчас я попробую протереть. Смотрите, немножечко уже она начала уходить. И, кстати, вот уже со второго раза она стирается. И она стирается такими катышками. А, наверное, это может быть для того сделано, что если все-таки вы попали, допустим, в дождь, что она не будет размазываться, как вот чернила, а она именно вот такими сойдет, как частичками. Это я создала такие уже утрированные условия для подводки. И, в принципе, вы поняли, да, что она не отпечатывается и удаляется простой водой. Какая ирония. Я вам показывала в предыдущем влоге кисточки от Фаберлик. Я до этого была очень сильно наслышана про них. И когда я их попробовала, я их уже тестирую неделю или две, я поняла, почему их все так восхваляют. Первое, что протестируем с вами, это вот такая кисть. Кстати, мне в комментариях писали, что она есть у девочек и ею довольны многие. Она так и называется для нанесения тона. Она плоская, она офигенски мягкая. У меня Maybelline Dream Satin Fluid SPF 13 с увлажняющей сывороткой. Оттенок 3, слоновая кость. Прикольный тональник. Мне вот нравится сейчас на весну, когда еще и не жарко и не холодно. Это прям красивое такое сатиновое покрытие. Эта кисть мне нравится тем, что она не полосит совершенно, не полосит. Я сначала вбивающими движениями вот так наношу тональник на первом этапе, когда только он соприкасается в первый раз с кожей. Консилер от Catrice One Drop Coverage. Он с пипеточкой, оттенок, короче, порселен. У меня тут смылся номер. Наносим под глаза. И я наношу в качестве базы под тени. Кстати, на этом консилере отлично держатся тени. И этой же кистью растушевываем. На лоб я еще наношу. И на подбородок. Закрепим все подсвечивающей пудрой от Catrice Glow Illusion. У меня в оттенке Translucent. Она вроде как одного оттенка, если я ничего не путаю. Вот такая вот она персиковая. Но этот оттенок никак не передается. Очень мне нравится эта пудра. Она действительно подсвечивает лицо. И никаких здесь крупных блесток нет. Что мне очень нравится. Это говорит о том, что это благородное сияние. Они просто шиммера туда насыпали. И как бы вот блести на солнце по максимуму. Только знаете, что у нее немножечко дурацкое? Это вот эти вот маленькие дырочки, через которые достаточно трудно добывать эту пудру. Ну, не прям что трудно. Но вот у меня на Evelyn они побольше эти дырочки, отверстия. И пудра быстрее оттуда достается. Еще одна фаберликовская кисть, которой я восхищена. Она у них называется для румян. Ну, наверное, румяна ей тоже можно наносить. Но я ее приспособила под нанесение скульптора. Потому что она, видите, достаточно плоская здесь. И у нее удобная скошенная форма. И повторюсь, что, конечно, мягкость здесь зашкаливает. А скульптор все так же бессменный. От Эстрады в оттеночке 208. Кстати, надо, может быть, какой-нибудь новый скульптор уже наконец-то попробовать. Потому что я покупаю исключительно этот Эстрады. Он меня во всем устраивает. И в цене, и в качестве, и в оттенке. Но единственное, что у него придурочная упаковка, которая, вот видите, все, она разломалась. И от этого бывает, что в косметичке все это разламывается. И потом вся косметика в этом скульпторе. Конечно же, не забывайте растушевывать свой скульптор. Потому что некоторые барышни считают, что скульптор это вот... Как бы вы поняли, да, вот так вот. Но нет. В этом и заключается подбор правильной кисти для скульптора, которая бы вам отлично растушевывала и делала естественную тень. Естественную. Румяна-хайлайтер я тоже нанесла. Это все тот же Триумф в оттенке 602 и Хайглоу от Катрис в оттенке 010. Также не забывайте, пожалуйста, растушевывать румяна, потому что это тоже жесть. Я иногда езжу на автобусе и люблю наблюдать, вот как девушки накрашены, у кого как растушеваны тени, ну вот и все прочее, да. И румяна, пожалуйста, этого не должно быть на лице, вот этой кирпичной кляксы адской, такой, знаете, как будто вот две половинки кирпича разломали, и вот так вот, причем и цвет кирпичный, вот так вот поставили. Все должно быть растушевано, да. И поверьте, для этого не нужно много времени, нужна правильная кисть, и когда макаете румяна, не забывайте, что надо вот так потихонечку макаем потихонечку. Встряхиваем, и вот так вот легким прикосновением, легким наносим вот так вот румяна, и все, и будет вам красиво, и никто над вами не будет смеяться. Тени, все, ничего нового, вот ничего нового, все так же моя любимая коричневая гамма, которая, я считаю, мне просто шикарно подходит, все та же моя палетка с Али от You Can Be, 15 офигенных матовых оттенков, как и для повседневного, так и для вечернего макияжа. Я просто вот во все макаю подряд, во все эти коричневые оттенки, они все прекрасны, и на свои глаза наношу. Опять будем мазаться вот этой подводочкой от Stay On. У них, кстати, еще есть тушь из этой коллекции вода, вода. Мне хочется сказать, ребят, вода непроницаемая, вода, господи, водоустойчивая, водоотталкивающая. Ужас какой-то вообще, ужас. Я вообще записалась на ресницы через неделю, и я нашла мастера, но судя по фотографиям, она делает именно то, как я вижу свои идеальные нарощенные ресницы. Посмотрим, что из этого выйдет, и вообще, что она мне скажет. Посмотря на мои глаза, подойдет ли мне такой стиль с лучами. Знаете, вот сейчас модно, не одной вот длины, а вот идет все как волна, а чтобы среди этой волны одной длины ресниц выделялись такие длинные лучи. Вот мне очень нравится, это так красиво и более-менее естественно, если можно так сказать, выглядит. Вот я хочу попробовать, и вам обязательно покажу и поделюсь впечатлением. А пока что мы красим все тушью от Кабаре, предварительно нанеся базу от Эвелин. Подсохшая тушь от Кабаре, она уже просто начала заканчиваться, работает еще лучше, чем когда она свежая. Прям она так мне увеличила ресницы. Это вообще кайф. Так, еще одна кисточка в моей коллекции кистей от Фаберлик, скошенная для бровей. Я ей тоже активно пользуюсь, вместе с помадкой от Эвелин, и потом еще вместе с тенями. И что я хочу сказать, она немножечко толстовата для прорисовки бровей, то есть никакие волоски вы ей не сможете себе нарисовать. И, наверное, для более тонких бровей тоже это все дело не подойдет. Но я же мастер, понимаете, приноровиться к чему-нибудь, если оно мне не подходит. И, в принципе, для моих бровей она нормальная. Но, когда я хочу нарисовать кончик брови, здесь иногда может не сработать эта толщина кисти, может сделать немножечко толстым. Я люблю, когда у брови на самом конце прям такой тоненький срез, и вот она с этой частью брови может не справиться. А может и справиться, то есть раз на раз не приходится. Я бы ее, наверное, не советовала бы для бровей тем девушкам, которые только начинают рисовать брови, а то вы такой широкой нарисуете себе, блин, как сейчас ходят, с широченными бровями, которые откровенно не идут лицу. Знаете, они модные широкие брови, но не всем это подходит. Однако все это берут себе в оборот, потому что это модно. Но я считаю, что надо адекватно смотреть вообще на свое лицо. Да, и если широкие брови модные, но они вам не подходят, скорее всего, не надо этого делать у себя на лице. Вот такие брови у меня получились после нанесения и помадки, и сухих текстур для закрепления всего этого. У меня, кстати, при такой технике нанесения бровей даже под дождем они не размазываются вообще никак. Вообще вот они как прибитые держатся. Сейчас мы все тут подвычешем и сделаем плавный переход от основания к концу. Видите, то есть начало брови даже незаметно. Это омбра эффект. То есть нет четкой границы. Бум! И началась бровь. Знаете, как рисуют некоторые? Или как раньше я рисовала, были времена. Поэтому, пожалуйста, вычесываем здесь все красиво, делая естественный переход. Так, ну и финальный штрих, который сейчас поменяет все мое лицо и поставит на место. Это мой самый любимый карандаш в мире для губ от Стеллари. Ботинки 10. Посмотрите, какой он теперь стал красивый, а не вот этот леопардовый окрас упаковки, который у нас облезает. На видео кажется, что вот эта стрелка длиннее этой, но на самом деле я просто сижу немножечко к вам вот этой стороной. Поэтому так кажется, поверьте, в реальности они симметрично накрашены. Но вот не знаю, у меня постоянно на камере кажется, что одна стрелка длиннее другой. Нет, они одинаковые. Вот что у меня получилось. В принципе, я так крашусь и на повседневной основе, но только у меня стрелки, конечно, варьируется от маленьких до вот больших. И помада, вот эта карандаш, она просто шикарная. Я в какой раз убеждаюсь, что она просто супер. Помните, я показывала вот эту силиконовую губку для мытья посуды в покупках из магазина FixTiles? Ну и что, я хочу сказать, в принципе, как и у всех, сложилось вот такое мнение, что, конечно, она плохо взбивает пену и мыть посуду, наверное, ей не очень удобно. Но я ее приспособила отличным образом для мытья вот таких вот овощей. Например, молодой картошки. Ну, ножом соскабливать как-то не очень это удобно. А вот мыть ее вот такой губкой прям отлично. Все земляные образования она хорошо убирает. И морковку я ей также очищаю. Так что у меня эта губка не лежит без дела. Она такая очень мягкая. И одновременно действительно хорошо вот так она шкурит овощи. Еще взяла в перекрестке вот такую сельдь, филе кусочки в масле. Я люблю обычно ее в таком виде покупать, потому что не надо с ней возиться, чистить вот это вот все. Потом селедки, разделочная доска, стол, руки. А вот здесь взял и как бы нормально ешь. Здесь 500 грамм. Стоила она 150 рублей. Кстати, я брала вот перекрестки, повторюсь, и там все время у них складывается ситуация, когда напутаны эти дебильные ценники. И я взяла одну сельдь. В итоге она оказалась на кассе дороже, потому что товар стоял не на том месте, где был этот ценник. За это я, конечно, не очень люблю перекресток. Сейчас я ее достану, полью уксусом вот таким вот яблочным и, конечно, нарежу лук. Куда без лука селедка? Никуда. Так, ну под конец влога хочу вам показать совершенно небольшие покупки. Я взяла себе еще один чехол в фиксе. Все-таки они классные. За 99 рублей на седьмой айфон. Здесь у него усиленные края. Вот здесь углы, чтобы при падении все защищалось. Посмотрите, какой четкий рисунок. Плотный силикон. У меня сейчас на телефоне такой с веточками, не знаю, чего это, вишня, когда цветет. Короче, с цветками такими розовыми. Я вам показывала в предыдущем влоге. И вот этот на лето-весну. Ну шикарный. Так, в магните косметик. Я взяла себе вот такой крем масла для рук и локтей. Чистая линия. Он там стоил очень недорого. 39 рублей. Это такой легенький кремушек. В принципе, для работы хорошо, когда с бумагами работаете. Он очень вкусно пахнет облепихой. Сладко-кислый аромат. Очень поднимает настроение. Была акция на вот эти вот тональники от Max Factor от Face Finity. Он стоил 420 рублей. 3 в 1 праймер, консилер и основа SPF 20. Это самый светлый оттенок в линейке. Десятый. И я хочу сказать, что вообще в моей жизни это самый светлый оттенок, который у меня когда-то был. Он прям выбеливает лицо. Так что я думаю, девушки, у которых прям белесый такой оттенок и трудно найти тональник, присмотритесь к этому оттенку. Действительно, я светлее оттенка, но в жизни просто не видела. Здесь помпа. Не знаю. Но он очень светлый даже для меня. Даже при условии нанесения контуринга там всего этого, все равно он сильно высветляет лицо. Как-то я уже сожалею об этой покупке. Надо было брать следующий. По возрастанию оттенок. Блин, но я же всегда беру тональники с условием, что они еще окисляются и становятся чуть темнее, чем они в упаковке. Думала, что это тоже будет окисляться, но что-то он вот как белый есть, так вот он белый и на лице. Ну и на Озоне была очень хорошая акция на гели для душа ДАВ всеми любимые. Там была просто самая низкая цена, которую я когда-либо встречала. Там было 2 геля по получается 72 рубля 1. То есть 2 по цене 1. Ну мы вот скооперировались тут с девочкой и я взяла себе с фисташковым кремом. Очень приятно пахнет. Вообще я люблю кремовые гели от ДАВ использовать зимой. У них еще такие сладкие ароматы. Летом я все-таки предпочитаю более легкие запахи и текстуры. Так, ну что, буду заканчивать этот влог. Кстати, у нас сегодня вообще 8 марта, я поэтому тут так прихорашивалась. Посмотрите, как хорошо получилось. Мне прям нравится мой макияж на сегодня. Поздравляю всех с праздником, всех девушек, девочек, женщин и мамы, бабушек и сестер. Хочу пожелать вам женского счастья, потому что оно без этого никуда. Будьте самодостаточными, красивыми, развивайтесь внутренне, внешне, и чтобы у вас всегда была весна в душе, хорошее настроение. И самое главное для женщины – это чувство удовлетворения от того, чем она занимается, как выглядит. И самое главное – это внутренний баланс того, как она ощущает себя в этом мире и обществе. Вот это самое главное. Так что всех с праздником, всех целую, всем пока, увидимся с вами в следующем видео.